Чистый Ямал в регионе стартовал сбор экологических инициатив. Во всех муниципалитетах открылись зелёные офисы, где каждый житель округа может предложить свою идею по восстановлению и сохранению экологии Ямала. Сделать это также можно на сайте «Живём на севере». Зелёный офис заработал и в Муравленко, в здании бизнес-инкубатора. Свои первые экоидеи муравленковцы озвучивают сразу после открытия офиса. Так Максим Белов предлагает установить на сопке зоны отдыха, но не совсем обычные, а с экологическим уклоном. То есть это будет представлять собой какую-то беседочку и рядом мусорный бак. Вся интроструктура уже развита, то есть всё это договоры можно заключить, до соглашения тоже, для того, чтобы это всё увозилось и лесной массив сохранился в том виде, которым нам дала его природа. Владислав Лосев собирается привлечь к уборке прибрежной территории озера около сопки как можно больше молодёжи. Но говорит, без муниципалитета реализовать его идею будет проблематично. Нужна помощь. Возможно, потребуется дополнительное финансирование на закупку таких средств, как лопаты, мёртву, ограбли, мешки для мусора, перчатки, ну и также для найма транспорта, который непосредственно все эти отходы будут увозить. Учащиеся первой школы Ника Ивершина и Валерия Щербакова предлагают организовать общегородские соревнования по сбору макулатуры. Вырученные от переработки бумаги деньги планируют передать на лечение и реабилитацию детей благотворительный фонд «Ямины». Мы уже проводили среди нашей школы сбор макулатуры. И у нас был такой небольшой конкурс среди всех классов. Мы собирали макулатуру и собрали за 4-5 дней 2 тонны. Идеи так и фонтанируют из уст молодых людей. От проведения необычных спортивных мероприятий до сбора пластика, установки специальных контейнеров в городе и другие. Первый заместитель главы администрации города Андрей Лукьянов отмечает, все инициативы интересные, а главное принесут пользу окружающей среде, а значит и жителям города. Безусловно, понадобится какая-то помощь. Это в части логистических, в части какие-то финансовые, финансовой поддержки. Но я считаю, что если тщательно ее продумать про работу с точки зрения затрат, которые необходимы на реализацию, то ничего невозможного нет. И, повторюсь, они мне нравятся. Я считаю, что они заслуживают быть воплощенными в этом году, в год экологии. На первом этапе мы собираем идеи. Затем состав зеленого офиса их оценивает, смотрит, чтобы эта идея была в полномочиях администрации города, чтобы она была выполнима. Затем этот пул идей, отобранных уже, отправляют на голосование. Оно будет проходить на портале «Живем на севере» и также на очных участках. Сбор идей продлится до 9 марта. Оставить их можно и на портале «Живем на севере». Соответствующий раздел там уже создан. Лучшие экологические проекты обещают реализовать уже в этом году. Татьяна Козырь, Антон Иванов, Новости Муравленко. Субтитры создавал DimaTorzok